так всем здравствуйте и сегодня видео чтобы вы не расслаблялись а то думаете канал закрылся нет была приостановка его на 7 дней так вот ты видишь траверс я часто спрашиваю людей и конечно все смеются и думают что что-то употребляет человек но тем не менее это современный новый контакт о котором я рассказываю долгое время часто которые попадают физики на канал мне говорят о законе сохранения энергии так и я напомню что гироскопы если доказать что мячик может так двигаться в пространстве он гироскопический эффект имеет ортогональность но на самом деле я сейчас попробую вам подтвердить вот видео стопроцентная смотрите запись и вот есть здесь момент и мячик как будто бы планируется с вращением такой небольшой один участок 40 80 кадров то же самое и даже если я замедляю видео до 240 кадров в секунду вот этот участок он будет все время один и тот же момент это и есть гироскопический эффект и вот тут вопрос задайте физиком вот 60 600 кадров в секунду до 1000 это все будет примерно одна и та же дуга такая и дальше мячик будет такими колебаниями расталкиваться в воздухе так вот конечно это видео вообще не про траверсы но тем не менее рассказывая про траверсы и его контакты которые я часто видел вот например вам обычное очень сильное вращение спин эффект до 500 кадров в секунду посмотрите как она отлетит на приеме как она летит вообще никакой там траектории в принципе не было то есть был отрезок из вращения полетела так вот рассказывая про траверсы у них есть ряд особенностей они летают только по особым траекториям и можно вызывать конечно у них определенный например срыв тоже из траектории вылет очень сильный скажем так мощный наскок на втором стуке иногда даже когда мы его затормаживаем может быть несколько стуков вот опять классический траверс подал и смотрите какие колебания и мячик имеет и вращение и как бы пустой эффект и он искривляет траекторию это все было траверсная траектория кто подает такие вращения например я это вижу у современных игроков я не буду их перечислять фамилии китайских просто покажу подачу я это видел у виталев имена и вот тут момент я хочу он космический какой-то но надо понять что такое ортогональность и вообще она чтобы понять есть у предметов ортогональной плоскости их то есть более 3d моменты но не сам важен факт вот этого проектирования важно сама вот задержка что вот я пытаюсь здесь показать что вы чувствуете иногда вот поставив мышку на ускорение вы можете вот ей двигать как бы предмет но вы не можете и как бы четко управлять происходит вот такой рассинхрон в действии примерно происходит и это тоже самое при подачах так вот траверсы имеют определенные две силы которые я примерно отмечаю первая сила сноса это вот я просто толкнул и мячик зигзагом отлетает в сторону и вторая сила это сила как бы обрыва то есть обрывается траектория такой колебательный момент ну вот я его сейчас здесь назову что такой момент как монеты в конце так вот отрабатывал двадцатый год я отрабатывал подачи но разве это не классная подача низко над сеткой и вот в конце кто может высказать свое мнение посмотрите какое-то вращение в конце почему так мячик упал может быть он просто пустой конце падает это все траверсная траектория и повторюсь вот здесь я ослабляю вращение то есть я вот этот винт ослабляю вот эти перекрученные винты я послабил иногда из этой траектории когда мяч останавливается вот вылетал но я называю вертекс это вообще видео про вертекс но дальше о нем речь будет но это вот старый вертекс он раскатывает мяч такими зигзагообразными прыжками и прокручиваниями так вот траверс это вот именно диапазон какой-то с которым я закидываю шар и забрасываю и он может такими наскоками с вращением прыгать до двух-трех стуков то есть что в норме при обычном вращении не сделать плюс можно вкладывать корпус и мощь и на самом деле вот это натяжение подачи очень чувствуется вот я почему я говорю про ортогональность очень чувствуется тот момент чем вы сильнее на него давите вот эти силы которые вместе объединяются они компенсируются на ракетке и мячик ну не выстреливает в облака как кто знает первое видео про тяга вот надо сильно зацепить резину здесь вот именно зацеп вы делаете просто кошмарный мячик ходит задерживается в резину но вот именно вот эти две силы двух точках контактах они просто шар растягивают между собой и мяч выстреливает по траектории и посмотрите он вот может разными прям такими выборками какими-то прокрутками то есть и в основе всего это лежит винт то есть вы как будто вот есть китайская игрушка не помню как и называют вы дергаете ей и она нот тянется так вот китайский игрок вот этот ваня называю он подает он играет таким вот слабляет траверс она наверно он один такой вот виталий фамин если вы посмотрите его игры вы увидите вот эти наскоки вот такие вот подачи закидывающие на самом деле вообще подачи есть и винт который вам просто иногда подает повторюсь винт винт он уже все-таки не имеет никаких там эффектов винтовое вращение она вот начинает само разбалтываться так вот перейду я почему с траверсом все так случилось что он стал как бы меньше игроки и стали его проявлять такие были хремота они есть коки него то есть так как мечи изменились и сейчас пошли вообще эрки батерфляя и другие мечи они стали иметь другой пластик и на самом деле по сей день непонятно из какого пластика и как проверять этот пластик на растяжение так вот появился все таки теперь я вижу очень много вертексных контролев я попробую объяснить что такое вертекс пока это не очень понятно даже в принципе наверное мне к формулировку но я его чувствовал через траекторию что и здесь показываю то есть мячик может в траектории если его закинуть он может именно поменять полюс вращения то есть как бы вот на втором стуке появится деформация и отклонение оси вращения но если проще объяснять то это монетку вот я сейчас покажу как опускается а так у каких игроков мы можем увидеть вот вертекс особенно горизонтальный такое болтание флотация например вертекс горизонтальный раскатывает тима бол но это самый простой такой вертекс горизонтальный то есть тима бол его применяет для раскатывания вплоть до можно сказать до обычного траверса и существует еще вертикальный вертекс то есть горизонтальный но потому что вот на мячик смотрите как его болтала представьте вот монету которая по ракетке как будто бы прокатилась по вибрировала и ее так раскатили то есть вертекс это те силы которые на самом деле тормозят вращение по двум осям тормозят вот здесь был под показывается как в сторону очень сильно вертекс на его такой болтанка появилась и он сам будет говорить своем видео ну это флотация очень хорошая то есть закидывает мяч в сторону если вы игре вы посмотрите попробуйте то же самое сделать посмотрите на замедленном повторе на 5 ну тут нужно очень сильно и тонко с разворотом корпусом зайти под мяч и как видите от ракетки мячик отлетает вращением и вверх то есть на самом деле плоскому мячу это имеет косвенное отношение но идет вот такое колебательное какое-то дрожание и небольшое вращение на самом деле здесь я тоже пометил что он мячик часто такие вертексные вращения не имеет большой частоты и они вот реально отлетают от ракетки очень высоко так как мало времени здесь вы будете увидеть именно сравнение с обычным вращением боковым например и разницу его в приеме и постараюсь здесь видео показать именно так как я вертекс его вот короткие только недавно стал пробовать подавать то есть а так как получал из траектории поэтому посмотрите вот так вот еще раз давайте смотрим вращение на самом деле углом очень легко зайти и перекинуть вращение вращение часто она как бы не так сильно отскакивает от ракетки и под мяч делаю люди уже чувствуют эти углы спокойно возвращают поэтому часто люди стали вот подавать особенно профессионалы они меняют именно чистоту не именно вращение вот понимаете им не меняет чистоту и все таки вот если посмотреть на вертекс он кажется что вращается но еще раз повторюсь это вот такой вот больше коребаниями вращения и вертекс и они очень коротко летают их оказывается например горизонтальной можно очень легко раскатывается до хорошего вращения короткого то есть тоже компенсировать именно вылет в подачах а по ощущениям все таки еще раз скажу вертекс достаточно очень гнет мячик то есть это очень такой плотный контакт с резиной он не то что вот как вы имеете ввиду контакт брашится вот вы проводите шар летит именно тут вы как будто ощущение что проскребаете шар в этом большая разница а потом ослабевая мячик раскатывается по длине и можно легко провести атаку а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...